ответить на ваш вопрос спасибо за презентацию вот у нас пишут в чате вот ряд вопросов есть вот из кондера у нас как раз компания это олеся мустаевой косметика будет ли среди партнеров аккредитованных для выдачи сертификата сделано в россии российской парфюмерно-косметическая ассоциации смотрите это ассоциации которые выдают сертификат но можно переговорить по этому вопросу изучить точнее вопрос и вернуться к нему потому что органы по сертификации я здесь не нашла здесь есть перечень компаний которые ходят в ассоциацию но я вижу даже здесь компании которые известны мне они у нас также получали сертификаты сделаны в россии но на основании протоколов испытаний от лаборатории которые признаны международными и лак и лаковские лаборатории их на территории российской федерации более ста поэтому если у вас есть протокол испытаний поэтому можете направить нам проверку а по поводу ассоциации мы переговорим да и я хотел все таки вот чтобы искандер сам может быть озвучил может как раз на производстве были в пятницу разговаривать что получим птичку косметическую продукцию который производит мастерская лице мустаевой можно представлять как раз магазинах зарубежных странах на смартах тоже да здравствуйте я постараюсь недолго я вопрос задал про ассоциацию потому что не до конца было непонятно с чем связано что здесь аккредитованы секционные органы мы действительно счет свою продукцию сертифицируем либо декларации соответствия протокол испытаний либо сгр на детскую продукцию поэтому то что сейчас рассказали мне принципе понятно пойдем не требуется вы делитесь с нами документами бесплатно оперативно вам выдаем когда мы подаем документ на птичку завтра или сегодня у нас все готово мы можем сегодня и сделаем все для того чтобы принять и вот затем затем вопрос вот еще есть выдают сертификат на упаковочный оборудование выдается нам тоже птичка вопрос следующий выпускаемая нами продукции подлежит обязательно сертификацию у нас есть доброволь есть добровольница смотрите роман по поводу обязательности у вас должно быть отказное письмо от минпромторга о том что ваша продукция не подлежит на территории российской федерации обязательно сертификации добровольного сертификата в этом случае будет достаточно получается добровольный сертификат плюс отказное письмо потом экострой гарант пишет этот вопрос а вот по второму абзацу я не поняла это по единому реестру какому у них в едином реестре наш сертификат есть это достаточно роман тарасов ответьте пожалуйста видимо или отключился или звук не может включить ну не обязательно сейчас то есть даже после завершения нас контакты есть презентации есть пожалуйста как будет удобно связывать с нами мы потом вопросы к строй гарант вопрос для экспорта примерного кедра домокомплекты программа сделано в россии подходит это у вас должен быть сертификат от лесной отрасли либо от лесного эталона либо есть еще лесной сертификат от института стандартизации поэтому если у вас есть сертификат либо первого органа либо второго мы вам будем сертификат делаем россии или если непонятно куда обращаться какой сертифицировать орган тоже нам задать вопрос у нас есть мы общаемся с органами по сертификации в разных отраслях подскажем где быстрее где мишеля где-то проговорим даже с коллегами потому чтобы ускорили по презентации коллегам сразу говорю что мы разместим группе у себя и центра экспорта и мой бизнес мы обе презентации разместим ну и понятно что обращаясь центры экспорта фонда понижка мы всегда вас проконсультируем и с коллегами со стыкуем еще один вопрос коллеги подскажите пожалуйста у нас есть компании которые занимаются не производством товаров именно предоставляют услуги на услуги у них сертификации тоже участие есть может ли программе такой предприниматель участвует да у нас программа сделана в россии предусматривает не только продукцию но и услуги поэтому если у них есть добровольные сертификации также на услуги также могут предоставить и пройти здесь также письмо минпромторг какой-то отказной нужно либо достаточно к услугам немного другие требования обязательно является требованием именно добровольного сертификата потому что по обязательным требованиям не все услуги проходят у меня еще вопросы по магазинам а пока вот продукты питания понятно а вот например зерно у нас есть крупный трейдер который за рубеж поставляет зерно то есть ну любого вид там какой за кшеницы это тоже в магазинах можно представить смотрите павильон давай так называть там торговать нельзя можно на рассмотреть зерно у нас можно ну да морда и разные годы но у нас прецедент есть единственное нужно понимать в павильоне как выставлять условно это какая-нибудь колбочка там допустим с образца образцом допустим запечатаны так чтобы там не портился вакуум или еще то есть вот мы выставили вот как образец зерна а дальше если кто-то заинтересовался этой продукции дальше связывать оператор наш связывают значит производителя и потенциального байера и ничего и дальше уже идет в том числе и на ну мы понимаем что зерно это там на нас это не не расфасованная продукция но через вот такой образец в павильоне можно тоже делать не запрещено порядок и понятно там этой заморозкой продукты в павильонах условия созданы для глубокой заморозки в том числе поэтому вот это не проблема сложности бывают с доставкой такого такой продукции но тоже наши операторы знают как это делать через рев контейнеры поэтому это тоже не является стоп-фактором потому что мы с вами на промышленной площадке были в пятницу там как раз есть производители которые ориентируются как раз на саудовского аравия то есть они планируют туда выходить в любом случае это как раз они мусульмане запустили производство мясных полуфабрикатов сертификат халяви все есть я думаю что с ними надо тоже поговорить возможно они будут свою продукцию представлять да не нужно искать какой-то канал самостоятельно это просто дольше будет у нас наш оператор уже там знает рынке с мира торгом и работают с части местной продукции и продукции мира торга уже там представлена и она востребована мясная продукция в принципе в коса уже там они с местными шейхами того зависит решение пообщать то есть есть уже выстроенный канал который позволит без лишних усилий вывести свою продукцию коллеги вопросов у кого-то какие то есть потому что для меня все понятно как мы двигаемся дальше тарасов написал в реестре системы добровольной сертификации это не орган системы добровольной сертификации бывают разные сделаны россии тоже являются системы но системы бывают органы сертификацию которые либо имеют аккредитацию на сайте роскредитации либо не имеют поэтому здесь важным критерием является какой орган именно системы добровольной сертификации выдал вам сертификат добровольный поэтому если у вас будут и подскажем завершать большое спасибо коллеги за презентации за за понятную информацию которую мы сейчас тоже будет давайте предприниматели татарстана надеюсь что вот как можно больше предпринимателей республика татарстан зайдет на эти услуги и будет свою продукцию продавать вам огромное спасибо за вовлеченность за небезразличие побольше людей которые бы воспринимали эти задачки регионального масштаба как свои собственные личные спасибо вам огромное спасибо коллегам кто сегодня был с нами мы готовы продолжать работу вот и надеюсь что через какое-то время придем хорошему результату который не стыдно будет показать и главе республики спасибо большое всего доброго спасибо до свидания